Слава нашему Господу! Псалом 102 Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Есть много подобных мест в Библии, что я хочу, чтобы вы обратили внимание, написано так, исцеляет все недуги Твои. Во второзакониях, в 7 главе, написаны еще тоже такие слова «Отдалит от Тебя Господь всякую немощь». Я хочу сегодня немножко затронуть тему о наших немощах, о наших каких-то недугах, о наших слабостях. Вы можете как угодно подобрать синонимы к слову «немощи», потому что их очень много. Это синонимы слабость, несовершенство, несостоятельность, недомогание, бессилие и так далее. Есть очень много синонимов к слову «немощи». И вот Господь говорит в псалмах, что Он исцеляет все недуги Твои. Написано, что все. И есть много таких мест, когда тоже написано об Иисусе, что Он взял на Себя наши немощи и болезни. Также написано, что Он понес грехи. Господь отдалит от Тебя всякую немощь и так далее. Есть очень много таких мест. И когда я смотрю на свою жизнь и на жизнь людей, я все же вижу в них немощи. Я все же вижу в себе немощи. Я все же вижу в себе какие-то вещи, в которых я слаб. В которых я не могу так, понимаете, не хватает где-то силы. И я думаю, Господь, ведь написано, что Ты все немощи заберешь, Ты с меня снимешь всякий недуг. И я в это всем своим сердцем верю. И я знаю, что да и аминь, Он это делает. Аллилуйя. И один вопрос, который всегда мучил меня, пока мне Господь не открыл. Я, когда работаю, я все время общаюсь с Господом. И у меня есть там блокнотик. Я говорю с Ним, я молюсь, я как бы сам себе проповедую. И знаете, интересные вещи, и я быстро, о, аллилуйя, Господь, бегу, карандаш, и записал. Знаете, и это, слава Богу, именно на работе, именно когда я работаю, в труде я получаю Слово Божие. Я часто получаю. Тоже, когда читаю Писание или когда молюсь. Когда молюсь, тоже получаю Слово Божие. И это записано, и потом оно созревает, оно, я о нем думаю, какие-то места Писаний прилагаю. И так рождаются проповеди. И я много, многое время думал о своих слабостях, о своих немощах, которые, какие-то недостатки. Что же, Господь, почему, когда я покаялся, Ты забрал с меня много этого всего? Ты снял с меня грехи. Ты сделал меня сильнее, но что-то осталось во мне. Все равно что-то осталось, что мне мешает. И я всегда молился, Господь, забери это от меня. Я не хочу, чтобы это у меня было. Это мне мешает, это мне ограничивает. Мне не хватает сил. Я хочу быть сильным. Я хочу быть таким, который может сделать все, что надо и как надо. Но часто бывает, ты делаешь, а не получается так, как хотелось бы. И я об этом думал. Евреям, 11 глава, 34 стихом написано. «Угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». И так далее. Здесь много характеризуется людей, которые верили, которые использовали свою веру. И я смотрю, что здесь пишется, укреплялись от немощи, верою укреплялись от своих каких-то немощах, недостатках. И я думаю, как, Господь, как можно вообще, как понять это место, как можно пользоваться своей верою, когда есть какие-то недостатки. И здесь написано, это слово «укреплялись», это значит «усиливались», еще такой синоним «усиливались». То есть, их немощи, они, например, немощи, я не говорю сейчас о грехах. Знаете, некоторые там подумают, вот я там что-то делаю, грех, и думают, нет, нет, я еще не говорю сейчас о грехах. И о тех вещах, которые, где мы слабы, где мы, знаете, бывает или в теле проблема какая-то, или еще как-то, или бывает в характере какая-то слабость, малодушие, или все такое там, знаете. И здесь написано, что вера, она укрепляет нас, она дает нам силу, когда мы немощны. И апостол Павел в 12 главе 2 Коринфянам, он пишет за своей немощью, он говорит, я буду гораздо охотнее хвалиться своими немощами. Он не говорит, что я уже совершенный и самый сильный на земле, у меня нет никаких немощей, и все, я это прошел, а вы слабаки. Он так не говорит. А вам нужно подтягиваться, берите с меня пример. Он говорит, у меня много есть немощей, у меня много. И он говорит, я благодушенствую в немощах. Слово благодушенствую, наслаждаюсь, я получаю удовольствие, другими словами, в немощах. Как это понять? Мы же хотим убежать от немощей. Мы же хотим быть сильными, чтобы когда на нас люди смотрят, они сказали, вот это действительно сильный, великий человек. Но он говорит, я не стесняю своих немощей, я буду хвалиться своим немощам. Почему? Удивительные вещи, апостол говорит, удивительные вещи. Я всегда молился Господь, убери от меня немощи, но они оставались. Они оставались. Оказывается, они мне нужны. Оказывается, они мне нужны для того, чтобы сила Божия проявлялась через мои немощи. И поэтому Павел говорит, я буду хвалиться моими немощами, чтобы сила Божия проявлялась. Я не буду стараться, чтобы мои немощи ушли из моей жизни. Пусть будут. Когда я немощи, он говорит, тогда я силен. Слава Богу. Он говорит, у меня есть 7 стих, 2 Коринфянам 12 глава 7 стиха. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. Другими словами, довольна для тебя благословений. Довольна для тебя, что ты ко мне близок, то, что ты приблизился. Ты человек, которого я уполномочил на земле. Тебе довольна силой и власти. И не смотри на это жало, которое у тебя. И поэтому он перестал молиться. Он три раза помолился и перестал. Потому что Бог сказал, это так должно быть. Дальше написано. Но Господь сказал мне, довольна для тебя, мы уже прочитали, благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Интересные вещи. Значит, Господь, смотря на это Писание, я должен понять в своей жизни, чтобы во мне обитала сила Христова. Вот мы хотим быть все сильными, мы хотим иметь силу Христову, правда? Аминь. Я тоже хочу. Я всегда, все сколько время я верующий, я всегда это люблю и хочу, чтобы была сила Христова. Но он говорит, чтобы во мне обитала эта сила, должны быть немощи. Они должны быть. И Бог не все с меня снял. Он не все с меня снял. Что-то я должен иметь, чтобы не превозноситься, чтобы не, знаете, не возомнить себе, чтобы не заблудиться. Это должно быть. Какие-то ограничения. Посему я благодушенствую в немощах, в обидах. Как? Ты обижаешься? Он говорит, да, я... Это моя слабость. Это моя какая-то... Мое личное... Это моя черта характера. В обидах его обижают. Ему это больно. В нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Интересные вещи. Господь, так какие ты забрал немощи с меня? Написано в Исаии... Давайте откроем. Это хорошо бы прочитать. Исаии 53, с 3 стиха. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И там много еще дальше интересного. Я начал размышлять. И я понял момент, когда в духе прошли такие мысли, что ты пользуешься моей силой, а я буду пользоваться твоими немощами. Дай мне свои немощи, если твои немощи будут в моих руках. А моя сила будет в твоих руках. То мы вместе победим. Аллилуйя. Удивительно. А я всегда казнил себя за свои проблемы. Господь, я не могу справиться, у меня не хватает сил. Я слабость какая-то, несовершенство, несостоятельность. Я всегда пытался это, это брать в свои руки, что-то делать, знаете, усилять это, как-то укреплять там, знаете, армопояс и все такое, знаете, с арматурой, чтобы бетон там залить туда, арматурой, чтобы хорошо держало. А оно не получается. И вы знаете, интересную вещь. Когда твои немощи в руках Господа Иисуса Христа, Он победит. Он с ними победит. Дайте Ему самого дохленького, самого слабенького коня, и Он придет к финишу первый. Это правда. Потому что Он Господь. Не надо Ему твоя сила. У Него есть сила. Ему твоя сила не надо. Он тебе дал таланты, Он тебя одарил, и ты должен использовать свою, ту силу, которую Он дал тебе. Когда Он давал таланты, помните, одному пять, другому два, и тому один дал. Он там не сказал, что... Поймите, что один момент. Когда Он тебе дал таланты, ты должен ими пользоваться, этой силою. И тот человек, который не пользовался этой силой, он был назван ленивый и лукавый раб. То есть, другими словами, то, что в нем было, его немощи, они проявлялись. Он пользовался своими немощами, лукавством, ленью и так далее. Но не тем талантом, который дал Бог. И когда бы он занял свое время, трудился для Бога и использовал ту силу, тот талант, тогда бы его лень исчезла. Тогда бы его лукавство, оно исчезло, оно бы было стерто. И пришел бы господин, и он бы его хвалил. Он бы сказал, ты верный раб. И поэтому, когда мы пользуемся той силой, которую дал нам Бог, наши немощи, они отходят в сторону. Слава Богу! Наши немощи на нем, на Иисусе Христе, Он их несет. Теперь посмотри, в чем ты слаб. Отдай это Иисусу. И посмотри, в чем ты силен. Пользуйся этим. Если ты умеешь хорошо проповедовать, проповедуй. Если ты умеешь хорошо петь, пой, используй этот талант. Если ты состоятельный человек, у тебя есть финансы, пользуйся. Для Иисуса, для славы Его. Помните, что сказал Моисей, когда Господь его призывал? Он начал свою немощь вспоминать. Четвертая глава Исход. И сказал Моисей Господу, О Господи, человек, я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычный. Он начал говорить Господу, Господь, другими словами, я настолько немощен другого. Призови другого, кто более сильный. Но Бог ему отвечает. Он его не исцеляет от этого. Он отвечает ему такие слова. Кто дал уста человеку? Задает вопрос. Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить. Аллилуйя! Не смотри на то, что может быть у тебя плохое зрение. Не смотри на то, что ты, как Моисей, не можешь высказать хорошую речь. Господь возьмет эту немощь на себя, отдаст тебе силу, и научит тебя, как говорить. И научит тебя, как смотреть. И научит тебя, как слышать. Аллилуйя! Моисей не был исцелен, но он научился пользоваться Божьей силой, а его немощь была в руках Божьих. Я не знаю, есть разные, много примеров, но мне приходят примеры из спорта. Если Иисуса поставить на ворота, футбол, да, на ворота, и ворота сделать от одного фланга до другого фланга, знаете, ему не забьешь голову. Он самый сильный. Аллилуйя! Это Господь! Если ты ему дашь старый велосипед с пробитыми колесами, и нужно будет быстро ехать, и он победит, он будет использовать самое немудрое и самое немощное, и он победит, чтобы посрамить самое сильное и самое мудрого века сего. В Коринфинах написано об этом. Коринфянам, первая глава. С 25 стиха. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных и немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего незначущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Итак, просто собери все твои немощи и дай Иисусу. Потому что Он должен иметь на себе твои немощи, а ты должен иметь на себе Его силу. И так вы вдвоем дойдете, и будет победа. Но если ты, твое внимание на твоих проблемах и на том, что ты не можешь что-то сделать, не состоялся и так далее, бессилен, недомогания какие-то еще, если ты сосредотачиваешься на этом свою веру, ты не можешь усилиться. Ты не можешь усилиться. А мы читали, что верою усиливались в немощах. Когда твое внимание на немощах, ты не можешь усилиться. Но когда твое внимание на Иисусе, твои немощи встают сильнее. Ты начинаешь побеждать, потому что они на нем. И это интересно, это удивительно. Очень много. Например, когда Он призывал Гидеона, Он сказал, мое колено маленькое, незначительное, ничего там это. И вы знаете, здесь пишется, что Он незначительное избрал. Он победил с Гидеоном. И Еремия был молод, Он говорил, я молод. Но Бог сказал, не говори, что ты молод. Он пошел к старейшинам, седовлашным людям, которые знали больше, чем Он. И Бог его послал туда, чтобы постыдить, чтобы обличить греха. И ему, может быть, я думаю, что ему говорили, да кто ты такой, сколько тебе лет, ты ничего не понимаешь. Но Он говорит, Господь мне сказал. И поэтому, когда ты силен, когда ты силен, когда ты смотришь на Иисуса, тогда ты силен. Не смотри на свои слабости. Я много раз молился, Господь, делай меня сильнее. С детства у меня порог сердца, я стоял на учете, и мне это всегда мешало. И я говорил, Господь, сделай меня сильнее. Но Он не убрал. Он мне дал силу, но это не убрал. И я знаю, что если Он меня не исцелит окончательно, я все равно проживу с Господом всю мою жизнь, которую Он мне предназначил. Аллилуйя! Я знаю, что это не помешает Ему. Для Него это не помеха. Итак, что же теперь нам делать, когда Господь не снял с нас какие-то слабости? Как я уже сказал, твое внимание должно быть на нем. Мы сейчас будем молиться. И один эпизод я хотел бы рассказать. Если вы знаете, это Кэтрин Кульман. Она рассказала однажды такой эпизод в своей жизни. Ей приснился сон. Пришел Господь, и там было три человека. И проходя мимо, он подошел к одному и крепко его обнял. и так в объятиях подержал его. А когда проходил мимо второго, он похлопал ему по плечу. А когда проходил мимо третьего, он просто улыбнулся, уходя улыбнулся и ушел. И когда она проснулась, она начала молиться, Господь, что это, зачем ты мне показал? И Господь ей объясняет, что первый человек, которого я обнял, он был так слаб, он был так слаб, поэтому он нуждался во мне, и я его обнял. Я его крепко обнял, я его поддержал. Второй человек, он был немного сильнее того, поэтому он не так нуждался, чтобы я его обнимал, и я его похлопал по плечу. А третий человек был силен, и поэтому я ему просто улыбнулся. Поэтому я ему просто улыбнулся, уходя. И, знаете, интересный эпизод. Господь, много раз я молился, Господь, сделай что-то, приблизься ко мне. Я как сильно искал его, как сильно молился, я хотел, Господь, покажи мне что-то, как бы обними меня, да, как этого человека. Но, знаете, этого не было, но часто приходило радость, слава Богу. И я думал, Господь, для других ты показываешь что-то, они что-то видят, там, ты являешься к ним, приходишь к ним, да, потому что они, ну, я не знаю, а ко мне ты не приходишь. Мне так хочется быть ближе. Он сказал, что, я просто понял, когда я услышал этот эпизод, я просто понял, что, когда я слабый, тогда он приблизится, но когда я силен, достаточно радости, которая приходит в молитве. Давайте мы встанем, помолимся. Спасибо. 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 Спасибо.